Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам, здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Леле Быковой. Ребята, тот шокирующий, будоражащий факт в стриме, который я просто не могу осветить в самом начале ролика. Что же меня так покоробило? Это, конечно же, Лелькина высказывание, вот такое вот, знаете, поддержка, негласная, поддержка Сатьи Даст. Потому что, да, весь интернет облетают постоянно ролики, они стопов не слазят, вот этот ролик, где он женщину ударил сумкой по голове. И, казалось бы, Леля, тот человек, который сносила побои, который рассказывает, что мужик ее даже беременную бил, ее матери плевал в лицо, что она была жертва конкретного абьюзера и тирана, который распускал руки и оказывает поддержку негласную Сатьи Даст. И объясняет то, что он на нее сорвался только потому, что это была женщина воплощением хейтера, воплощением зла. Лелик, так давай тогда подробно разберем и твою жизнь, если ты находишь этому такое вот четкое оправдание, да, что ничего страшного не произошло, что он такой же самый человек, как и все. Ну, подумаешь, сорвался, потому что это был хейтер и человек не выдержал. Ну, да, действительно, так может быть и ты была хейтером для своего Женька Бе, который не выдерживал и точно так же тебя бил, потому что ты для него была воплощением зла. Ну, если это нормально. Вы знаете, ребята, как минимум, от той женщины, которая переживала домашнее насилие, со слов Лели, о котором она постоянно и часто говорит, и поддержка в этом случае Сатьи для меня немного странная. Потому что, как бы ни было, какие бы ни были, я не знаю, волнения, переживания, но там какие-то трагедии в жизни, но оправдать то, что человек подошел и осознанно ударил женщину, не сдержал себя, тем более человек-коуч, человек-лектор, психолог, ну, мягко говоря, для меня выглядело очень странно, еще и публично. И, кстати, он мог прибегнуть к помощи организаторов этих лекций, чтобы они ее устранили. В любом случае, где бы ты ни арендовал зал для лекций, это какой-то ТРК, торговый центр, я не знаю, деловой центр и так далее, там есть охрана, ты почему-то не прибег, не обратился к помощи охраны, вывести неадекватного зрителя, сам ее красиво под белые рученьки не провел и не закрыл, например, зал лекций, чтобы она не могла вернуться, организаторы твоей лекции ее не устранили, скажем так, а ты подошел и шандарахнул женщину по башке. Оправданий этому нет. Я, кстати, посмотрела ролик его с оправданиями, где он признал, что он всего лишь человек. Ну да, то есть можно подойти, ударить женщину по голове, чтобы она ничего дела не исполняла, а потом объяснить, что мне человеческое ничего не чуждо. И, кстати, это тот человек, который, наоборот, рассказывает нам все время, что женщина это цветочек, который нужно холить, лелеять, потакать всем ее прихотям, слабостям, быть настоящим мужиком для того, чтобы она была с тобой рядом. И тут вот такая вот сцена. И дико, ребята, было действительно слышать от Лёли, что человек, который прошел через вот эти якобы круги ада, это не осудил, а где-то она еще ухмылялась, поржала и рассказала, что это вот хейтер. Поэтому, да, если человек не согласен с твоим мнением, ты, естественно, сразу же хейтер. И, естественно, тебя надо вот так вот шмяк по балде. Поэтому я понимаю, что если Лёлька получала волшебного звездного пендюля от Женика Б, то получала его заслуженно. Было за что Лёльке наваливать раз за разом. То есть, если женщина не осудила, да, действия против другой женщины насилия, значит, так тому и быть. И поэтому, когда Лёля рассказывает нам про аборты, про учителей, медицину, воспитателей в детском саду, соседей, представьте, какой этот человек дерьмище на самом деле. Далее мне очень понравилась вот эта вот смена фееричного Лёлиного настроения в названии стримов. То название, конечно же, на тему аборта. То психолог не помог. Лёля, тебе уже не один психолог на свете помочь в несостоянии. Только лоботемия. Только вот так вот насквозь пробить головные извилины, которые мозгом у нормального человека именуются. И, может быть, там будет шанс хоть как-то это, скажем так, месиво взбодрить. Потому что психолог здесь, к сожалению, уже бессилен. Нужно какие-то конкретные глобальные действия. Вторая сторона медали по поводу вечной вот этой темы. Меня отправляют на аборт. Опять аборт. Я собралась на аборт. Ребят, вы знаете, для меня это дико, когда это говорит беременная женщина. И женщина, которая рассказывает, как хочет этого ребенка. Он у нее уже оказывается очень долгожданный. Вот Лёлик ждала, 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 ждала. Еще от Вероники не отошла. А этот уже очень и очень долгожданный. Ну, еще бы, ведь Лёлик так над ним пыхтела, старалась и трудилась. Поэтому очень он долгожданный. И вот эта тема абортов. А потом Лёля не понимает, почему же у нее ребенок все время в степени риска. Какая-то угроза для ее беременности. Ну, наверное, потому что неадекватная мамка сама постоянно мусолит тему абортов. Далее, ребята, как выяснялось, если раньше Лёлика отправляли на этот самый аборт, начиная с Алексея, то теперь уже Лёлю отправляли на этот самый аборт, именно начиная с Жень. И вот думаю, охренеть, да, вот я с Лёлей плюс-минус, ну, относительно, да, в одно и то же время ходила беременная, и вот меня каким-то чудом это обошло. Меня ни один врач не отправлял на аборт. Ну, вот ни один, от слова вообще и совсем. Я не понимаю, что Лёльке законовал, и какие-то, вот понимаете, душегубы, маньяки попадались на ее жизненном пути. И это уже не только муж, ребята, это уже и реально врачи, которые прям категорично настаивали на том, чтобы Лёля шла на аборт. И вы знаете, ребята, для меня непонятно только одно, с какой целью Лёлю отправляли на этот самый аборт. Ну, вот я прихожу к врачу, говорю, я хочу, я беременная, хочу стать на учет. Если я произношу эту фразу, у моего врача и мысли не возникнет предложить мне аборт. И это очень логично. Во-вторых, даже если я пришла беременная, как правило, я никогда не слышала, нет девочек под кабинетами, да, в женской консультации, чтобы кому-то врачи предлагали какие-то аборты. Они просто интересовались, мы становимся на учет или нет, такое могло быть. Но чтобы кого-то отправляли на аборт, я этого не слышала. Лёля, тебе надо конкретно заняться этой темой. Может быть, врачам какие-то откаты дают, премии выписывают за то, что они потенциальных мамочек отправляют на аборт. Но вот неспроста, может быть, за тебя конкретную премию выдавали, что именно тебя туда постоянно и отправляли. А если разобраться, ребята, ну зачем врачу отправлять тебя на прерывание беременности, если у тебя все хорошо, да, нет никаких угроз. Ну, то есть, абсолютно нелогично. Если без стеба, то врачи, естественно, от этого ничего абсолютно не имеют. Но Лёля пытается убедить всех в обратном. Но, ребята, в эту тему абортов включились и хомяки. И как утверждают они, аборты выгодны государству. Все, трындец, это занавес. Ребята, я все слышала, слышала, но такого я еще не слышала. Аборт – это выбор человека, выбор женщины, в первую очередь. Идти на это, не идти. Это ее решение, да, как ей поступить. Но чтобы это было решение государства и это навязывали, действительно, в этом могут верить только Лёля и шандарахнутые ее зрители. Но подобное притягивает, конечно же, подобное. Ну и дальше поговорим по поводу того, что идет примехонько сбор на помощника зарплату. Но впереди, Лёля так и сказала, что не расслабляйтесь, впереди еще сбор и на зарплату помощницы. Короче, все, ребята, вернулась на круги своя, и я аж выдохнула. Мне было очень некомфортно, что Лёлик бедная пыжится сама, и этой самой Марине платит зарплату сама. И вот по поводу того, что Саша никак финансово не участвовал в жизни Лёлиной семьи и ничего не зарабатывал. Лёлик, а если бы ты ему платила 30к зарплаты, как Сергею Петровичу, и при этом его еще кормила, подкидывала ему тряпки с Василька, как ты это делала с Сергеем Петровичем, давала в пользование свою бибику, обслуживала эту бибику, заправляла бы топливом, вот тогда бы Саша и мог делать вклад в семью. Но когда ты ему сказала, мы работаем над развитием хозяйства, топила нам все время какой это идеальный помощник, и что Сергей Петрович и близко половину функционала Саши не выполнял и не вытягивал, и тут выясняется, что Саша гондон, потому что не давал Лёле денег. Лёля, так надо было хомяков, лохов этих стричь дальше, выплачивать Сашу за п, и были бы тебе сюрпризы, и были бы, возможно, тебе подарочки, либо бы он просто тебе эти 30к отдавал на руки, и ты бы ими распоряжалась. Он же не виноват, что ты на него сборы не открывала. И опять-таки не стало Саши, и сразу пошли сборы на зарплату помощнику. Но, как выяснилось, помощник-то будет нерегулярный, а остальное время Лёле придется на надрыве идти самостоятельно. Он будет приезжать периодически по вечерам и помогать в той работе, которая не будет выполнена до его приезда. Ну и далее, Лёлька, ребята, грозится всем нам на стриме пробыть всего лишь часок для сбора на зарплату, а потом отправляться на управу. Но, как выяснилось, за часок Лёлик не вложилась, и пришлось трудиться и пыхтеть на этой самой трансляции целый час и 42 минуты, пока нерадивые хомяки не выплатили обязательный вклад. Конечно же, в развитии Лёлиного хозяйства. Ну и далее перешли к теме, почему же теперь Лёлик, как правило, предпочитает стримить днем, потому что, оказывается, вечером ее никто не видит, потому что уж она слишком убитая к этому времени суток. И в очередной раз мне стало очень смешно. Лёлик, да наоборот, покажи себя упаханной, упурхнанной, вымотанной, выжатой, как лимон, хомяки больше дадут. Это раз. Во-вторых, каком только обличье, если ты стесняешься, как ты выглядишь, что в каком только обличье тебя твои зрители не видели. И жирущую, и ванну принимающую, и раком стоящую, и рожающую, и корсеты с чулками примеряющую. Ну что там ты убита? Чего мы только за это время не замечали. Ну а вот эти твои шедевры по поводу того, что да, в чем коровник, то мы к людям. А по поводу вечно грязной головы. Признание в том, что ты только пипи свою и моешь каждый день, а все остальное достаточно мыть раз в три дня, и будешь чистехонькой. Зубы ты чистишь тоже раз в два дня. Ну вот это вот все, что ты упаханная, упурханная, просто уже ни о чем. Ну и далее перешли к теме, конечно же, всех адекватных зрителей Лелиного канала. Она так и сказала, все адекватные зрители моего канала. Ну вот наконец-то, мальчики и девочки, мы теперь с вами не хейтеры, а адекватные зрители ее канала. По той простой причине, что, естественно, хомяков-то адекватными признать просто невозможно. Поэтому, конечно же, и речь шла исключительно о нас. Ну и, конечно, вот эти вечные бесконечные темы ковыряний и копошений в Лелином прошлом. Жесть, ребята, я не представляю. У меня возникает в один вопрос. Леля, когда ты начнешь жить не в прошлом, а вот в настоящем, будущем, строить какие-то планы? Ну, кроме поборов хомяков, вот там вот планы на будущее просто грандиозны. Но, ребята, очень как-то странно наблюдать, когда вроде бы человек живет сегодняшним днем, да, настоящим, заглядывает в будущее, но так, по крайней мере, у нормальных людей. А у людей, естественно, наоборот. Она вот там застряла с первым мужем в разборках, во вторые со вторым мужем в разборках и вылазить с этого состояния не хочет. Конечно, не зря говорят, что без прошлого нет будущего, но не до такой же степени. Естественно, мы помним, что у нас было, да, в нашем прошлом, но это не говорит о том, что жить нужно именно ним. И получается, что на самом деле в этом настоящем нет никаких у Лели ярких красок, эмоций, чувств, поэтому и приходится ковыряться именно там. Походу, только там Лелька была счастлива. Ну и дальше перешли к теме того, какую же Лелька сама сегодня прочла книгу или прочитала детям сказку. На что Леля сказала, что никакой, она прям так с гордостью, где-то возмущением, что никакой книги сегодня она не прочла. И для того, чтобы понимать, что у нее происходит, приезжайте к ней в дом и ладно не Леле. Леля, мать его так, она крепкая женщина, она привыкла по часу в сутки спать, она вытянет тягло. Марине дайте хотя бы продыху. Подмените Марину и почитайте детям сказку. И вы знаете, ребята, когда она рассказывает, как она устала, что она вот с таким упоением ничего и типа возмущением не прочла, мне искренне жаль становится этих детей, потому что понимаешь, что наплодить, да, дурное дело нехитрое. Вот реально она такое ощущение, что детей не рожала и вынашивала, а просто высирала. Потому что, да, понимаешь, что помимо того, чтобы ребенка родить, в ребенка нужно вкладывать. И опять-таки, даже с детства те же сказки, да, чему они учат? Чему-то хорошему, светлому, доброму. Они в том числе и помогают нам формировать детский мир ребенка, да, внутренний мир ребенка, где он видит, что добро всегда побеждает зло, что нужно говорить правду, протянуть руку в трудную минуту, любить маму, да, там, братика, сестричку, людей любить в конце концов. И это нам делать помогают сказки, потому что именно в сказочной вот такой вот форме, когда мы ребенку читаем, у него появляются, да, свои какие-то герои и так далее. Но не случай с Лёлей. Вот здесь, ребята, реально человек родил столько детей, а толку им дать не может. И по факту эти дети никому не нужны. Лёля только тем и занята, что бегает, то ролики монтирует, то снимает эти ролики, то бегает на это хозяйство, то выбегает в эти самые стримы. И когда человек говорит, у меня нет времени, но при этом находит час сорок две минуты на трансляцию, у меня возникает вопрос, а чем ты так занята и обременена? Тем более, когда у тебя в этот момент ещё и взрослые дети дома. Чем ты так озабочена, что ты не можешь выделить 20 минут времени для того, чтобы почитать ребёнку сказку? Вторая сторона медали. Ребята, я не понимаю, о какой вообще сверхнагрузке на себя она постоянно говорит. То есть о чём идёт речь? У тебя по большому счёту только трое маленьких детей. Все остальные дети уже подрощены. Это дети осознанные, которых можно отвлечь, увлечь, которых можно заинтересовать и сделать так, чтобы у тебя было время для того, чтобы сделать какие-то необходимые дела. Но как это и происходит в нормальной семье? Почему у Лёли всё через жопу, вот это непонятно. И когда она постоянно кричит о том, что у меня дети, у меня дети, ребята, простите, но у кого нет этих детей? И чем она упахана и упурхана? Ок, можно сказать, она там типа сейчас на хозяйстве. Но если это хозяйство нерентабельно, не приносит никакой прибыли, ты не можешь с него ничего вытянуть. Нахрена нужно это хозяйство? И опять-таки, кому вообще удовольствие приносит это хозяйство, которое, да, на самом деле каждому абсолютно в тягость. И когда Лёля восхищается тем, что, да, у меня 10 детей, но при этом говорит, у меня нет времени почитать им книжку или сказку, вот и возникает вопрос, а зачем тебе нужно было 10 детей, если ты не находишь для них время? Если нужно было уметь остановиться тогда, когда ты понимала, что у тебя уже ситуация выходит из-под контроля, и ты где-то не справляешься. Потому что ребёнку каждому нужно внимание мамы, любовь мама. Если тут нет времени даже книжку почитать, то о каком внимании индивидуальном каждому ребёнку может вообще идти речь. Поэтому я и понимаю, что эти дети на самом деле и растут как бурьян, и, возможно, внимание только от этой самой Марины и получают. А второе, вот вечно, мы не успеваем, мы не успеваем. А мне интересно, сколько по факту Люле нужно помощников в доме, чтобы они успевали. С учётом того, что есть взрослые дети, есть уже такие, да, достаточно подрощенные дети, которые могут быть абсолютно самостоятельны, и только три малыша в доме. Что там не успевать? Ребята, простите, но школьники, дети уже сами за собой убирают в состоянии помыть чашку, помыть тарелку, я не знаю, убрать крошки со стола, протереть пыль, заправить собственную кровать, пропылесосить, протереть полы, тем более при таком количестве этих самых школьников. Было бы желание их реально организовать. И когда Лёля кричит, я не успеваю, у меня возникает вопрос, да, а что делает помощница, что делаешь ты, если вы ни хрена по факту не успеваете. И поэтому, когда Лёля кричит, что многодетство, это классно, ребята, вы знаете, для меня вот Лёля, это 25 кадр, вот Лёля можно зомбировать и доказывать, как это не то, что не классно, а это полная жопа и провал. Это хорошо, что есть другие каналы, где ты смотришь и видишь счастливых детей, многодетных детей, но когда смотришь на Лёлю, этих детей, вот знаете, действительно обнять и плакать, потому что понимаешь, что это какие-то сорняки, которые реально никому не нужны. У мамы есть свое направление, либо еще параллельно погоня за мужиками в надежде на чудо, потому что, когда женщина, имея которая уже десятерых детей, беременная одиннадцатым, но еще и пытается параллельно лечиться с психологом для того, чтобы следующего мужика нормального в свою жизнь притянуть, у меня возникает вопрос, а психолог вообще видит, что Лёля сама по себе ненормальная? И почему он в таком случае не говорит ей об этом, что притянуть нормального мужика нужно самой, как минимум, быть нормальной? И когда человек, имея столько детей, еще умудряется из-за мужиков думать, я не знаю, когда действительно этими детьми по факту заниматься. А если Лёля еще и пойдет по тому же принципу каждому мужику по ребенку, то еще мы увидим этих детей просто тьму. Ну что ж, вот такой обзор получился, продолжение следует, как всегда. А пока со всеми прощаюсь, до новых встреч!